Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Куренмаз Дюньо. Основная масса человечества не знает или не замечает глубинных причин зарождения негативных вибраций, которые порождают недобрая злая мысль. А сколько неисчислимых бед может принести злой язык, этот маленький орган нашего тела, который распространяет эти злые мысли. Значительная часть сегодняшних конфликтов, страданий, утрат положения и средств, разлук с ближними и с друзьями происходят из злого языка, из-за грубости, из-за вероломства людей, намеренной лживости. Основная причина негативного мышления и язвительного слова связана с тем, что человечество не способно принять и осознать принцип единства всего сущего. Это один из главных божественных законов бытия. Этот закон появился не вчера. Этот закон появился с рождением мироздания. Бог создал наш мир, нашу Вселенную из самого себя. Единый Творец присутствует везде и во всем, пребывая во всем сущем, от атома до Вселенной. Это и есть жизнь вечная. В древних священных источниках сказано, что с попиранием этого закона объясняется все проявленное в мире зло. Из-за человеческого пренебрежения к этому закону звезды снова предсказывают гибель мира и человечества. И если существует одна жизнь, одно сознание во всех формах, в которых постоянно присутствует Бог, то неизбежным следствием этой высшей истины становится единство всего живого, всего сущего, вселенское братство. Этот закон был отлично озвучен Теософским обществом, который был основан в 1875 году великой женщиной Теософом Еленой Петровной Блаватской. Основным принципом Теософского общества было «все есть Бог, и Бог есть в каждом». Они поставили перед собой задачу создать ядро вселенского братства человечества без различия рас, вероисповеданий, пола, касты, цвета кожи. Они утверждали – мы дети одного и того же Творца. Человечество привыкло все разделять. Я узбек, я русский, я кореец. Считать себя важнее, лучше. Даже в одной нации идет разделение. Мы ташкентские, мы какамские, мы бухарские. Даже в семье идет разделение. Невестка чужая, сын свой. Даже люди умудряются детей разделять. Сын лучше, дочь хуже. Но представьте океан. В каждой капле находится весь состав океана. А эта капля себя считает отдельной, особой. Там, где разделение, там возникает конфликт. Между народами, между расами, государствами, между соседями и в семье. Злое слово, которое рождает конфликт, порождает ненависть. А эта сила настолько мощная, убийственная, разъединяющая, испепеляющая. Как известно, во Вселенной мы все связаны с друг другом энергетически. И по этим энергетическим каналам постоянно перетекают наши мысли. В том числе и дурные мысли, зачастую от одного к другому. И если у всех злые мысли, и они повторяются вновь и вновь, и зарождаются постоянно, то сила их увеличивается и получает дополнительную мощность. И как результат мы получаем ненависть, различные конфликты, раздоры, войны. У животных нет кармы, потому что они живут по воле Бога. А у человеку дана свободная воля выбора. Все пророки говорят, что мы все едины в этом мире. И говорят, поступай с другими так же, как хочешь, чтобы они поступили с тобой. Наш великий соотечественник Бахаудын Нахшванды утверждал, что руки должны быть в труде, а сердце в любви. Любовь к Богу, к ближнему, ко всему сущему. И сейчас, в эту новую космическую эру, пришло время сделать свой выбор. Может, вы выберете свой эгоизм, который предпочитает удобную ложь и оправдывает творимое зло. Или всем сердцем принимаете божественный закон, величайшую истину единства всего сущего. В создании жизни контроль мысли – это все. Контроль мысли – это наивысшая форма молитвы. Поэтому нужно думать только о добрых, о хороших, добродетельных вещах. И именно промежуток времени между мыслью и воплощением, который может составить недели, месяцы, годы, создают иллюзию, что вещи происходят с нами, не благодаря нам. Это иллюзия, заставляющая нас забыть, что причиной всего являемся мы сами. На Земле каждый хочет одного и того же. В физическом мире мы хотим мира, процветания, радости, успеха, самовыражения в работе, любви в жизни, здоровья в теле. А все души стремятся к безусловной любви и к единству. Таким образом, мы все идем разными путями, но к единству. К единству всего сущего. Я благодарю вас за внимание. До скорой встречи на канале Куренмаз Дуньё. Субтитры создавал DimaTorzok